Партнер проекта LZRM, производитель рапсового масла Унша. Приветствую вас, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни, освобождение от ограничивающих убеждений, своих и тех, которые были кем-то навязаны, воплощение мечты в реальность, выявление мифов, ограничивающих потенциал большинства людей, создание среды, где рядом с вами будет окружение, радующееся вашим взлетом. И только не путайте, принимать решение и создавать большое будущее – это не выдавать желаемое за действительное. В подростковом возрасте я была увлечена психологией и просила родителей дарить книги по этой теме. Особый интерес вызывали тесты, и мой любимый был цветовой тест Люшера. В более взрослом состоянии тесты сыграли отрицательную роль в моей жизни. Так же, как история, описанная в книге, хотя наши случаи разные, но итог один – к тестам и специалистам, как по шаблону проводящих их, отношусь с большой осторожностью. Представляю книгу, которая впервые опубликуется на русском языке. Издательство «Ман Иванов и Фербер» «Гибкая личность. Как избавиться от ограничивающих убеждений и изменить свое будущее». Автор – доктор индустриальной и организационной психологии. Популярный блогер, которого читают более 100 миллионов человек. И отец пятерых детей – Бенджамин Харди. Рекомендованный возраст 16+. В книге 240 страниц, 6 глав, названия их очень конкретно отражают суть книги. Я перечислю их. Глава 1. Мифы о типах личности. 2. Вся правда о личности. 3. Как справиться с травмой. 4. Измените свою историю. 5. Тренируйте подсознание. 6. Измените среду обитания. И заключение. Примите будущее, чтобы изменить прошлое. В книге много примеров. Известных политических деятелей, спортсменов, космонавтов и автора книги. В большинстве герои истории изменили мышление, справились с эмоциями и стали психологически гибкими. Кандализа Райс говорила, «Я твердо уверена, что нельзя тратить ни минуты своей жизни на то, чтобы быть кем-то бывшим». Во фразе «Нельзя быть кем-то бывшим» заключается основная идея этой книги. Неважно, кем вы были – космонавтом или зависимой личностью, которая не может контролировать свое поведение, вы не должны стать частицей бывшей. На личность одинаково сильно влияют и травмы, и достижения. Долгое время миссией база Олдрина было ступить на пыльную поверхность Луны. И он это сделал. Всего на несколько секунд позже Нила Армстронга. Его цель и воображение помогли ему добраться до Луны. Но он совсем не представлял себя в будущем. У него больше не было важной цели. Баскетболист Янис Адетокунба пошел иным путем. Уже через несколько недель после получения статуса самого ценного игрока НБА, он эмоционально отключился от той награды и сосредоточился на следующей цели. Все, что было в прошлом, произошло для вас, а не с вами. Когда вы начнете читать книгу, у вас будет история о себе будущем, которую вы и станете рассказывать окружающим, а не о себе прошлом. Кто же вы? Сегодня мы познакомились с книгой Бенджамина Харди «Гибкая личность». Главное – стать достаточно уверенным, чтобы определять собственную цель жизни и выбрать свой собственный путь, ведь все ответы уже есть в нас самих. Как говорил Дэн Салливан, пусть ваше будущее всегда будет больше прошлого. С вами была Ксения Шамова с книжным обзором в программе «Да». А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унша». Да. Дэн Салливан Дэн Салливан Дэн Салливан